Всем привет, это Стас, я продолжаю играть в фактурилу, и пока меня не было, я вырубал лес, который здесь рядом растет. И так получилось, что пока я его рубил, весь уголь, который тут добывается, он израсходовался, и все наши электростанции начали вот так вот работать наполовину, а некоторые даже меньше. Решаю я это тем, что закидал сюда немножко дров, но пока они доедут, ситуация улучшиться не успеет. Поэтому придется, наверное, закинуть их немножко вручную. Как-то так. Это позволит увеличить мощность, и, конечно же, от этого у нас станет добываться еще больше угля. Но, на самом деле, чтобы решить эту проблему полностью, наверное, придется добавить еще угольных буров вот здесь, просто чтобы они были. И, наверное, здесь нужно будет повернуть вот эту вот немножко в сторону, чтобы здесь можно было поставить еще булы с другой стороны. Как-то вот так. Да, раз и два. Ну, конечно, здесь то же самое. Но это позже. Нам, я думаю, пока добавления двух хватит. Хотя, знаете, лучше не мелочиться, наверное. Давайте сделаем сразу максимально много их. Ну, чтобы два раза не ходить. Тем более, они когда-нибудь со временем остановятся, и их существование в этом месте оно позволит оттянуть этот момент. Так. Осталось только завести электричество. А, еще здесь один столбик. Теперь должно стать намного лучше. Так. Тем более, потихонечку все разгоняться начинает. В общем, проблема сама решится. И что еще хотел? Я хотел заняться красными лентами, конвейерными, которые работают быстрее. Потому что здесь во многих случаях уже у нас не хватает производительности. Все красные ленты делаются из железа. И только в одном случае требуются микросхемы. Вот. Железная линия у нас есть. Например, вот здесь можно стырить отсюда немножко железа. То есть продолжить вот эту линию. Только для этого нужно будет немножко подвинуть вот этот столб. Так. И таким же образом нужно стырить отсюда вот эти вот микросхемы. Которые потребуются для следового компонента, последнего самого, да? И теперь, значит, нам нужно найти место, в котором мы будем делать эти самые новые ленты. Я думаю, оно не будет слишком далеко. Оно будет тут рядом. Единственное, что для этих лент требуется огромное количество шестеренок. Шестеренки делаются из железа. Поэтому мы возьмем, наверное, вот таким вот образом. Значит, скинем наши железные пластины на какой-нибудь конвейер. Кстати, они у нас закончились. Так, чтобы они падали на него с одной стороны. И возьмем и добавим на этот же конвейер с другой стороны наши шестеренки. И так будет проще, наверное. А что для этого надо сделать? Хватит ли нам одной такой машины? Вот это меня больше всего беспокоит. Так, здесь слишком близко, наверное. Значит, поставим его, например, вот здесь. Здесь будет лента, на которую у нас будет выкладываться эта продукция. Значит, нам нужно как-нибудь вот так ее ввести. Не так. Не так, а вот так. Значит, здесь будет стоять быстрый выниматель-вставляатель, который вот здесь будет накидывать шестеренки. И у нас кончились столбы. Давайте их накрафтим. Кстати, дерево у нас тоже кончилось, которое мы рубили. И все сожгли. Придется его продолжать рубить лес. И, кстати, еще одна пометка, то, что нужно срочно переходить на столбы, которые не требуют дерева. Потому что это неудобно. Так. Столбов накрафтили. Значит, сюда, с одной стороны. А, нет, не так, не так. Неправильно. Надо класть с другой стороны. Это все упрощает. Например, можно сделать вот так. Потому что вот это тут будет брать с любой стороны, а тот, который будет выкладывать шестеренки назад, он будет класть с противоположной стороны. Вот. И теперь можно все запускать, да? Он не может ничего выложить. Придется отсюда кое-что забрать. Вот так вот. Все, поехало. Теперь. Что нам требуется дальше? Для них требуются только обычные ленты. И шестеренки. Здесь требуются андеграунд белты, которые требуют... А, опять. А-а-а-а. И надо. Больно-больно-больно-больно-больно. Заразы. С западной стороны прибегают. Ох, это было жутко. Сломали столб. Своочи. Так, ну ладно. Поставим все столики по-быстренькому. Какие-нибудь. Вот здесь. Парочку. Хотя, наверное, слишком близко. Магазины с патронами, конечно же. Обидно, что так все начинается. А ведь... Какие были планы грандиозные? Электричество есть. Хорошо. У нас тут, кстати, темнеть начинает. Это все, да? Все. Шестеренки есть. Нам нужна машина, которая делает обычные ленты. Теперь. Вот здесь вот. И вторая машинка, которая будет делать красные ленты. Вот они. Это будет работать примерно вот так, да? Здесь, наверное, быстрый нужен. Красные. И выниматель. Сундук. Будет делать... Ну, не знаю. 4 стека, как и там. Ставим столбы. Дело пошло. Он их потихоня крафтит. Видим, с какой-то скоростью потребляются шестеренки. Так что, возможно, даже одной машинки и не хватит. Но я не думаю, что нам нужно будет так быстро и так много этих лент. Хотя очень скоро нам может потребоваться их очень много. Как же тогда быть? Можно вот так сделать. Это немножко быстрее. Железо, конечно, оно потребляется огромной скоростью. Это вся технология. Так. Ну ладно, посмотрим еще на вот это вот. Здесь нам требуются опять-таки те же самые ленты и железные пластины. Повторяем, наверное, ту же самую систему, только делаем вот такие вот обычные, да? Здесь мы делаем вот такие ленты, здесь мы делаем подземные ленты, здесь мы перекладываем те в другие и на выходе мы все кладем в еще одну машинку, которая производит быстрые подземные ленты. Это тоже просто. На первый взгляд. На первый взгляд. Так. Дело должно пойти. Правда, оно будет идти медленно, потому что 20 шестеренок это вам не шутки. И, похоже, все-таки одна машинка не справится. Шестеренок нужно намного больше. Да уж, протупили. Как тогда решить эту проблему? Да, можно вот здесь еще одну поставить. К примеру. Вот так вот. Сюда-сюда. Даже, даже опять сидя. Вот так вот. И Копируй, копируй, копируй. Вот так. Теперь шестеренок должно стать больше. И все будет работать немножко быстрее. Замечательно. Дальше. Такие вот сплитеры. Для этого нужны опять ленты. Ой, опять ленты. Здесь уже ленты не нужны. Здесь нужны будут только микросхемы. Значит, мы здесь опять начинаем делать ленты. С помощью опять машинок, которые делают ленты. К ним не хватит шестеренок на первое время. Но последний раз, когда я так делал, оказывалось так, что когда тут все произведется, все остальное, в принципе, должно здесь устаканиться. Но, конечно, эта схема не позволяет делать все намного быстрее. Ну, я имею в виду производить все сразу и быстро. Потому что шестеренок мало. Их действительно мало. Их действительно мало. И шок просто как не в себя. Здесь требуется 5, здесь требуется 20. Сами понимаете. Здесь нам будут опять нужны шестеренки, которых будет не хватать. Сплитер. Значит, сплитер производится из этого, этого и... Тут даже нужна другая машинка. Где тут оно? Да, железные пластины. Вот эти вот ленты. И микросхемы. Как раз начинается самое извращенное, да? Здесь мы возьмем и сделаем вот так. Как бы это ни казалось ужасно. Вот и здесь можно, наверное, просто их вот так обвести. И тут будет еще одна машинка. Так. Сюда, значит, мы складываем. Вот так. И вот так. И вот так. Хотя нет. Это слишком жирно, наверное, будет. Сейчас посмотрим. Снова столбы. Да, все равно этих вот не хватает. Шестеренок. Здесь вовсю стараются. Мне кажется, что для полной мощности работы этой машинки не хватает этих вставщиков. Нужно поставить вот такие вот. Мне кажется, я прав. Они вот без остановки сейчас работают, значит. Вот. Совсем другое дело. Их стало чуть больше. И все поехало. Значит, теперь это все попадает в последнюю машинку. Которая делает опять-таки из трех компонентов. Из тех сплиттеров. Шестеренок и еще микросхем. Шестеренки сюда не доедут. К сожалению. Но можно решить эту проблему. У нас-то есть здесь железные пластины, поэтому мы можем поставить еще одну машину, которая опять будет крафтить шестеренки. Вот так вот. И шестеренки. И частично эту проблему решит. Что тут все умерли? Да. Все умерли. И, видимо, нужно еще одна турель. Мало? Трех. Последняя турель. Вот. Теперь мы видим, как у нас все сожралось. И теперь у нас железа, кстати, не хватает. Давайте посмотрим, почему. Здесь у нас все забито. То есть нам эти красные ленты нужны прямо сейчас. Вот для чего мы их делали. Так. И возьмем себе комплекты всего, что мы тут на производили. Если мы что-то успели вообще. Здесь мы не успели. Хотя мне очень были нужны эти быстрые вставщики. Ты медленно работаешь. Работай быстрее. Здесь нужно заменять все на красные ленты. Подземные у нас есть, да? Берем. Вставляем. Так и так. И пусть оно работает. Почему-нибудь... А, это же старые ленты. Желтые. Так. Можно не заменять ее всю на самом краешке можно оставить. Так. Тут у нас что-то исследовалось по патронам. Давайте пока исследование прекратим, чтобы у нас железо не потреблялось. Чтобы оно все шло на производство новых лент. Потому что новые ленты сейчас нам очень нужны. Так, 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 так. Да? Теперь нужно сплиттеры заменять. И, кстати, раз уж здесь нет потребления, значит сплиттер нужно поставить, который балансирует вот эти линии. Хотя в чем смысл? Не думаю, что он особый есть, да? Например, если мы вот здесь поставим сплиттер, то по идее с этой лентой... А, это с двух лет, да, все, все правильно. Теперь должно быть больше, больше железа. Теперь что? Теперь у нас тут получается куча шестеренок. Железа еле-еле хватает. Так, здесь у нас еще есть подземные. Вот эти вот не производятся. Потому что мы не дотянули сюда линию с микросхемами. Это раз. Во-вторых, нужно все-таки, чтобы кто-то вынимал продукцию. Так, и здесь ограничим. Вот так вот. И теперь у нас есть быстрые сплиттеры, которые можно вставлять. Там, где у нас стояли старые медленные сплиттеры. Теперь эти линии будут освобождаться и печки будут работать. Как-то так вот. Замечательно. Как-то оно начало работать. Более-менее. Дальше больше. Дальше нам нужно что-то делать. С вот этой вот конструкцией, которая тут в виде камня валяется. Значит, как-то нужно здесь его, во-первых, добыть. Во-вторых, провести здесь дальше эту линию, чтобы здесь можно было построить новые вещи. И для этого, конечно, потребуется опять куча этих вот подземных и неподземных сооружений. начиная с вот этого места и заканчивая вот этим вот. То есть можно вот здесь отметить себе, что у нас должно быть вот такое вот, да? Ну, чтобы здесь можно было поставить добывающие конструкции, там вот эти вот. Ага. Ага. Ну, вот так сделаем сейчас. Раз. Два. И этот сможет добыть все. Теперь можно линию здесь обвести. Хотя нет. Так не круто. Нужно сделать лучше. Мы уберем и сделаем так, чтобы он покрыл все. Вот так вот. И здесь как раз можно будет поставить столб. Так. Поехали. Просто жалко, потому что камень, он на самом деле не очень-то распространен на картах обычно. Поэтому не хочется его просто так закопать. Так. Камень становится еще одним ресурсом, между прочим. Который будет требоваться нам для крафта многих вещей. И где наши подземные? Вот они. Продолжаем в том же духе. Что-то не то. Нужно было начать с другой стороны. Так. И здесь то же самое. И все. Они кончились. Нужны новые. Партии. Говорил плохо, потому что какая-то у меня странная склонность появилась заболевать. Не пойму с чем это связано. Так. Тут с железом хорошо все. Постоянно то у нас пока то голова болит. Я не понимаю в чем проблема. Такие дела. Поэтому, кстати, и записываю меньше. Здесь. Здесь нужны ленты, да. Подземные. Сюда. Здесь тоже нужна. И здесь нужна. А вот здесь уже не нужна. Продолжаем. 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 Уголь. Почему едет дальше? Потому что он требуется для производства некоторых вещей. Типа взрывчатки и чего-то еще. Поэтому никуда он не девается от нас. Так, так, так. И вот так. И камень сюда будет ездить. Пускай едет, да. Вот. Теперь здесь столбы, конечно. И все начинает работать. Ну и лампочки тоже поставить требуется. На всякий пожарный. Вот. Значит, теперь у нас еще камень есть. Что делается с камнем? С камнем можно делать рельсы. И это, в принципе, по-моему, единственная вещь, для которой я его вообще собираю. Вот. Так-то основную часть камня нужно переплавлять и превращать в кирпичи. В связи с тем, что из него можно делать рельсы, мы займемся рельсами. Хотя, на самом деле, для того, чтобы мы начали еще железной дорогой заниматься, должно пройти время. Но мы пока не будем. Пока сделаем вот так. И часть камня поедет. Так. Дальше. Для рельсов требуется что? Железо и сталь. Значит, железо и стали. И сталь, и железо должны как-то появиться на дополнительных лентах. Значит, здесь можно вот так сделать. И это поедет. Да? Железо. Наверное. Как же так сделать? Покрасивше. Вот так вот мы сделаем. Можно сделать вот так и вот так. Раз. И следующее у нас железо. Для железа у нас требуется сплиттер. Опять. И железо поедет рядом. Вот так вот. Не нравится мне так. Хотя. Хотя, хотя. Вот опять неприятная история начинается. Нам-то требуются железные палки. Точнее, прутки. А мы туда тянем железные пластины в два ряда. Что не очень хорошо, на самом деле. Так, и камень тоже должен ездить дальше. Как же так сделать красиво. Ладно. Сейчас подумаем. Значит, сюда требуется три компонента. Здесь, значит, мы будем делать рельсы. А вот здесь мы, например, можем делать палки. И здесь мы будем делать рельсы. Тут интересно, будет ли так работать. В принципе, должно. Потому что... Сюда доезжает железо. А здесь длинная рука ее сможет взять эту продукцию. Дальше здесь может доехать камень со сталью. Здесь мы можем это все сунуть в машинки, которые одна делает обычные рельсы, другая кривые. А вот это вот делает промежуточную железную палку. То есть прут. Да. И сюда мы протягиваем электричество и смотрим, что у нас получилось. Угу. И палки надо, чтобы попадали в эти машинки. Мне кажется, они достаточно быстро производятся, чтобы все работало. Единственное, что здесь нужно вынимать продукцию все-таки. Вот так вот. И вот так вот. И пусть они копятся в сундуках в больших количествах. Потому что их будет требоваться много в будущем. Хотя, конечно, их сейчас не требуется много, этих рельсов. Но никто не мешает их накопить на будущее. Кривых, наверное, будет требоваться меньше. Так. И вот так. Все, система с рельсами пошла работать. И она могла бы работать быстрее, если бы здесь стоял другой сплиттер. Ой, другой вставщик. Хотя нет. Все в порядке. С камнями мы решили проблему с рельсами. Теперь эти камни, по-моему, больше ни для чего не нужны. Нам. Кроме вот этих кирпичей. Поэтому весь остальной камень просто идет в печки. Вот так поворачивается. И шурует. Рядышком здесь будут стоять там, ну, шесть печек. Не знаю. Давайте сначала три поставим, а потом посмотрим, что получится из этого. Так. Раз, два, три. И выниматели, которые сделают из этого все. Всего обычный кирпич. И камень ехал вот здесь. Все, и камень теперь дальше поедет. Теперь на самом деле из камня тоже не очень много всяких вещей делается. Поэтому его можно будет очень быстро прекратить. Таскать. Так, здесь электричество есть. Здесь тоже и здесь. А у нас электричество. Так. Только не так. Вот так. Раз, два. Здесь можно, кстати, тоже что-то расположить. Возможно, здесь стоит большой массив машинок поставить, которые будут делать электронные схемы зеленые. Потому что без этих электронных зеленых схем мы не сможем обойтись. Так же возможно, что у нас будет необходимость иметь очень много таких массивов по производству зеленых схем. Потому что зеленые схемы это очень-очень ходовой материал. Он потребляется в огромных количествах практически везде. Как только вы к чему-то продвинутому приближаетесь. Так, здесь мы почистили. И здесь можно добавить нам железной руды. Вот, потому что я заметил, что ее стало не хватать. Вот здесь мы поставим и вот здесь мы поставим. Бурый. Будем продолжать добывать. Как-то так вот. И вот так вот. Пусть оно работает. Вот мы все тут добудем. Вырубим этот лес между эпизодами. Сяду без камеры и вырублю лес. Потому что другого способа пока нет. Вот. И подумаю, что делать дальше. Потому что... Как бы вроде и железа у нас сейчас немного. И исследования мы забыли производить. Кстати, вот можно исследовать alien technology, который позволит нам превращать вот эти вот инопланетные артефакты в еще один вид научных пакетов. И эти научные пакеты дадут нам самые-самые продвинутые технологии. И также нам нужно подумать о том, как же нам вырезать тех, которые приходят с запада. Они, скорее всего, уже эволюционировали. То есть продвинулись. И стали немножко покруче. Скорее всего. Также у них, скорее всего, там есть огромное количество червей. И мы с такой обычной броней и обычным пистолетиком, наверное, с ними не справимся. И даже турли нам не помогут. Сейчас посмотрим, что у нас тут. У нас тут один радар всего. Давайте скрывтим еще радар и посмотрим. Как раз, может быть, просветит наших противников. Где можно поставить радар. Это вот здесь есть, в принципе, место. Пока оно есть. Теперь оно подсвечивает большую область. Но здесь пока никого не видно. Скорее всего, вот здесь, где у нас пропадают загрязнения, находится какая-то база. В которой мы раньше ее не было. Ее основали. Вот такое бывает иногда, что кто-то от заразы бегут, кстати. Ждем их. Да, не особо-то они добежали. Но патрончики на них тратятся. Что неприятно. И нам нужно будет заняться этой проблемой. Я думаю, что нам нужны будут вот такие вот шутковины, которые потребляют сталь и электронные микросхемы, еще и уголь. Вот их можно бросать, и они отравляют некоторое пространство. И это отравленное пространство будет наполняться трупами наших врагов. Что хорошо. И я еще между сериями, конечно, поставлю тут лампочки везде. И порублю лес. Всем пока. Компания крючки narrowбада. Продолжение следует...